Засекреченные склепы, которые считают проклятыми. Видимо, за этой дверью спрятана какая-то невероятная сила. Загадочные реликты под божественной охраной свыше. И тогда небеса разверзлись, и в дело вмешались боги. И несметные богатства, несущие лишь смерть. Люди умирали, это точно. В любом месте Земли вы услышите истории о невиданных сокровищах, утерянных с течением времени. Но почему же эти богатства до сих пор никто не нашел? Неужели самые крупные утерянные сокровища мира имеют отношение к пришельцам из космоса? Людей всегда манили к себе сокровища древних. Золото, серебро, драгоценности. Но такими сокровищами также могли оказаться технические устройства инопланетных богов. Много людей по всему миру уверены, что с древних времен нас постоянно навещают гости с других планет. Что, если это правда? Неужели инопланетяне действительно могли помочь нам формировать нашу историю? Если это так, не могут ли пропавшие сокровища богов быть этому свидетелями? Сокровища богов Кумран Западное побережье Мертвого моря Именно здесь, в период с 1947 по 1956 годы, были найдены свитки Мертвого моря. Священные тексты, включающие в себя манускрипты из Ветхого Завета. Но один из этих свитков, найденных в Третьей пещере, отличался от остальных. Так называемый медный свиток написан не на пергаменте и не на папирусе. Первый перевод медного свитка в 1956 году выполнил Джон Аллегро. Он сразу понял, что перед ним список сокровищ, спрятанных сокровищ. Медный свиток — это некая огромная карта захоронений исчезнувших драгоценностей. На ней обозначены 64 места, где можно отыскать сокровища стоимостью 2 миллиарда долларов. Люди поняли, что их можно найти в этих 64 местах, начиная с Иерусалима, где встречаются упоминания о храмовых сокровищах. Некоторые бесстрашные исследователи пытались их отыскать, но их попытки не увенчались успехом. В Иерусалиме ничего не нашли. Возможно ли, что несметное богатство, описанное в медном свитке, до сих пор находится в Иерусалиме? А может, его не удалось найти просто потому, что оно спрятано на другом краю Земли? Металловед и искатель сокровищ Роберт Физер уже не один год изучает медный свиток и считает, что сокровище — это не израильское. Я занимаюсь металлами и заметил, что мы не меряем золото в килограммах, как это делали они. Я проверил еще раз, и меня заинтересовали древнегреческие буквы. Я насчитал 14, а также египетские обозначения. Они выгравированы на высококачественной меди, чистейшей. Я начал исследование и понял, что такую медь могли найти только в Египте. Досконально изучив медный свиток, Роберт пришел к выводу, что сокровища спрятаны не в Иерусалиме, а в тысячи километров юго-западнее него — в Египте. Начав анализировать фразеологию, вы получите буквы сочетаний вроде «нахал-хагадул», обозначающие «великую реку». В Иерусалиме таких рек нет, и в Иудее тоже. Единственная река, подпадающая под такое обозначение, — это Нил. Пожалуй, убедительнее всего здесь звучит имя человека, которое было обнаружено при прочтении медного свитка. Я взял первые десять греческих букв, соединил их и прочел «Эхнатон». Я понял, что речь идет о Бель-Амарне, столице правления фараона Эхнатона. Неужели это правда, что сокровища медного свитка, золото и серебро действительно спрятаны не в Иерусалиме, а где-то в районе Амарне в Египте? И если данные Роберта Физера верны, как именно все это связано с Эхнатоном? Эхнатон известен в истории как фараон-еретик. Он упразднил всех богов и велел поклоняться единому богу Атону. Атон — это солнечный диск. Сторонники теории палеоконтакта полагают, что Атон — это не какое-то символическое божество. Эхнатон явно видел его в небесах. Эхнатон и другие Атонисты поклонялись солнечному диску, который спустился с небес и коснулся их. Остается догадываться, а не был ли этот диск межпланетным кораблем пришельцев? До Эхнатона фараон сам считался божеством, но не воплощением высшего бога. Эхнатон это изменил. Он сам стал божеством воплоти. До него подобного никогда не было. Интересный он все же парень, этот Эхнатон. Обратите внимание на его внешний вид. У него странное лицо продолговатый череп, тщедушное тельце, вздутый живот и цыплячьи ноги. Некоторые полагали, что он сам вполне мог быть инопланетянином. Неужели сторонники теории палеоконтакта правы, и Эхнатон был пришельцем из других миров? Любопытно, что участь сокровищ, описанных в медном свитке, как и судьба самого Эхнатона, до сих пор остаются загадкой. Была попытка устранить Эхнатона. Его имя стерли со всех дворцовых стен. А ересь Атонистов была полностью вычеркнута из летописи Египта. В 1932 году, когда британский археолог Джон Пэндлбри нашел гробницу Эхнатона, выяснилось, что останков фараона в ней нет. Говорили также, что он нашел последнее упокоение в долине царей, в гробнице 55. Однако последние исследования показали, что останки, найденные в той гробнице, принадлежат другому человеку. Многие египтологи признали бы факт, что это не Эхнатон. Он попросту исчез. И если его гробница все же существует, полагают, что сокровищ в ней нашли бы гораздо больше, чем было в гробнице Тутанхамона. Это одна из загадок древнего Египта, где останки Эхнатона. Если бы мы их нашли, то по упоминаниям о его внешности могли бы подтвердить его инопланетную сущность. Возможно ли по местонахождению сокровищ определить, где находится мумия фараона-еретика? Если Эхнатон был пришельцем, как утверждают сторонники теории палеоконтакта, то какую ценность представляют эти сокровища для инопланетян? Согласно писателю Захарии Ситчину, в шумерских текстах есть указания на то, что боги создали людей для работ на золотых рудниках. Богами, по его мнению, были инопланетяне. Древние всегда стремились добывать драгоценные камни, серебро и золото. И они были убеждены, что собирают эти дары своим богам. Как следует из древних шумерских текстов, человек изначально был создан для того, чтобы добывать золото и другие богатства для богов. Захария Ситчин считает, что жители 12-й планеты испытывают нужду в золоте. Этих инопланетян мы часто и принимали за посещающих нас богов. Как выяснилось, золото — необходимый элемент для межгалактических путешествий. Золото — отличный проводник. Очевидно, что на борту любого корабля есть базовая аппаратура. Золото обладает высокими теплотехническими свойствами, и с ним легко работать, его можно истончить. Такой металл просто незаменим на любом межгалактическом корабле. Неужели наши предки организовали тайные хранилища золота по приказу инопланетных богов? И если эти сокровища покоятся в Амарне рядом с мумией Эхнатона, возможно ли, что при их обнаружении люди найдут что-то гораздо более ценное, чем простое золото? Не является ли это сокровище необходимым звеном для инопланетных технологий? Я думаю, что медный свиток приведет нас к чему-то более ценному, чем материальное богатство. И чем более я увлекаюсь данным исследованием, тем яснее понимаю, что нам предстоит открыть невероятную истину, которая важнее всего мирового золота и серебра. Когда-нибудь эту тайну, наконец, разгадают. Но возможно ли, что медный свиток указывает нам на то, что инопланетяне с древних времен посещали нашу планету? Сторонники теории полеоконтакта с этим согласны, полагая, что рядом с местом обнаружения свитков может быть найдено еще более несметное богатство. Храмовая гора в Иерусалиме лето 2013 года. Всего в 50 метрах южнее храма археолог доктор Айлет Мазар сделала важные открытия. обнаружив керамические кувшины времен царя Соломона. Этим кувшинам более трех тысяч лет. Это открытие подтвердило догадки многих ученых о том, что храм Соломона когда-то стоял на этом месте. Помимо исторического значения, находка заинтриговала охотников за сокровищами. Многие исчезнувшие драгоценности также могут покоиться у храмовой горы. Храм Соломона был построен в 10 веке до нашей эры царем Израиля Соломоном. Там же был установлен ковчег завета. Согласно Ветхому завету, храм Соломона был возведен по указанию самого бога. В нем находился ковчег завета и, возможно, даже святой Грааль. Некоторые охотники за сокровищами полагают, что там же покоится и еще один величайший бесценный реликт, который, как полагают сторонники теории палеоконтакта, имеет внеземное происхождение. Это кольцо Соломона. Немногие знают, что кольцо Соломона это великая историческая ценность. Говорят, что на нем было выгравировано имя бога в форме криптограммы. Кольцо олицетворяло власть высших сил. Владелец кольца с помощью высших сил мог заставить любого повиноваться его воле и делать для него что угодно. По исламской легенде Соломону вручили это кольцо ангелы. С помощью него он обрел магическую силу и мог контролировать демонов и духов. Согласно Корану и Талмуду, кольцо Соломона помогало в строительстве храма. Кольцо дало Соломону власть над внеземными созданиями, демонами или духами. Их также можно назвать пришельцами. Для строительства храма Соломону нужны были высокоточные устройства. Он знал, что может связаться с Осмодаем или, как называли его греки, Осмодеем, предводителем демонов. Благодаря кольцу Осмодей согласился помогать Соломону и снабдил его всем необходимым для успешного строительства священного храма. Осмодей передал Соломону шамир. Сегодня в традиционной литературе можно найти описание шамира. Это маленький червячок, который режет камень на ровные части. Шамир – это такой червячок, который мог резать и сверлить даже самые твердые камни с предельной легкостью. Что, если это была лазерная установка? Неужели Соломон обладал устройством невиданной силы? Силой, что могла осуществлять контроль и приказывать даже внеземным существам. Если это так, то как можно объяснить бесследное исчезновение Кольца Соломона? Кольцо Соломона, как и многие другие сокровища храма, как Ковчег Завета, считались слишком мощными святынями, которыми нельзя обладать постоянно, тем более простым смертным. Такие вещи появляются, когда наступает подходящий момент. В 586 году храм Соломона был разрушен вавилонским царем Новохудоносором. Говорят, что все самые невероятные сокровища, золото, серебро, Ковчег Завета и даже кольцо Соломона замуровали в секретной камере под храмовой горой. Возможно ли, что кольцо Соломона, так же, как и Ковчег Завета, хранятся где-то под храмовой горой уже много сотен лет? Или эти сокровища нашли и перепрятали в другое место? В 1867 году британские военные инженеры нанесли на карту подземные ходы, расположенные под развалинами храма, и обнаружили сводчатые арки, выполненные в готическом стиле. Позднее археологи обнаружат здесь меч, копье, пику и небольшой крест. Все эти предметы принадлежали в XII веке монашескому ордену тамплиеров. Он был образован в 1118 году нашей эры в качестве охраны для паломников, направляющихся в Иерусалим. Орден тамплиеров располагался на храмовой горе. Во время их присутствия в Иерусалиме некогда неизвестная группа монахов превратилась в мощный военный орден крестоносцев. С 1139 года они подчинялись только Папе Римскому. Когда вы вчитываетесь в древнебиблейские тексты, обнаруживается, что ковчег завета и кольцо Соломона являлись самым действенным оружием, и владение хоть одним из них, пусть даже виртуально превращало темплиеров во всепобеждающую силу. Неужели темплиеры нашли затерянные сокровища, включая кольцо Соломона? Если так, могли ли они определить, что оно обладает сверхъестественной силой? Может быть, именно эта сила и привела к гибели ордена? В пятницу 13 июля 1307 года были схвачены и уничтожены как еретики. После гибели ордена кольцо Соломона, судя по всему, снова исчезло с лица земли. Может быть, его перепрятали вместе с другими сокровищами темплиеров? Говорят, что Соломон пленил Осмодея и заставил охранять спрятанное в его замке сокровище. Позднее в легендах о темплиерах выяснилось, что монахи контактировали с искусителем. По сей день на юго-западе Франции, недалеко от Рене-Ле-Шато стоит церковь, более известная как бастион темплиеров. Перед главным входом мы видим статую Осмодея. Неужели кольцо Соломона это не просто выдумка? И когда-нибудь его смогут найти вместе с остальными сокровищами темплиеров? И возможно ли, что этот древний артефакт, наряду с богатствами, записанными в медном свитке, есть еще одно указание на связь древних людей с инопланетянами? Сторонники теории палеоконтакта с этим согласны и указывают на еще одно сокровище, сокрытое от людских глаз на другом конце мира, сочтяя его основным фактом присутствия инопланетян на Земле. Канап, Юта, плато Колорадо на западе. Это небольшое поселение является приманкой для охотников за сокровищами. Продолжается это уже более ста лет. Считают, что здесь среди красных скал и каньонов спрятано самое невероятное сокровище мира. То, что здесь захоронено, обладает огромной ценностью. Сколько жизней здесь загублено. Здесь живет смерть. Это правда. Если вы смотрели фильм про Индиану Джонса, то там все придумано. А вот сокровища, которые ищем мы, настоящие. Хотя, в принципе, в основе этих фильмов правда. 20 лет исследований и изысканий убедили нас, что сокровище Монте-Сумы спрятано именно в Юте. Сокровище Монте-Сумы на американском юго-западе. Почему сокровище, обнаруженное в Мексике сотни лет назад, оказалось спрятанным в Юте? Согласно легенде, именно на этой территории Соединенных Штатов когда-то давно появились первые предки ацтеков. Мифы ацтеков гласят, что они прибыли из страны Цапель-Ацтлан. Именно там располагался их город, а точнее, на юго-западной территории Америки. Это была высокоразвитая цивилизация. По легенде ацтеков, их родная земля Ацтлан появилась благодаря невероятному событию. Сторонники теории палеоконтакта считают, что здесь замешаны инопланетяне. Летописец ацтеков Джеронима Демендиетта записал очень интересную историю. Богиня бросила с небес на землю гигантский каменный нож, который угодил прямо в семь пещер Чикамосток. От этого родились сразу шестнадцать сотен богов. А теперь представьте, что вы понятия не имеете о высоких технологиях и выражаете увиденное словами. И что же, внезапно вы видите падающий с небес нож? Что же мы имеем? Неужели все тысячи шестьсот поселенцев были инопланетянами, которые были вынуждены совершить посадку на земле и остались жить среди аборигенов? Согласно кодексам ацтеков, сами боги подсказали их предкам перейти на юг в Мексику. Было это в 1064 году нашей эры. В течение следующих пятисот лет это была самая великая империя континента. Но 29 июня 1520 года правитель Монте-Сума II был убит во время испанского наступления на Мексику. После этого империя ацтеков перестала существовать. То, что случилось потом, не раз обсуждалось с мировыми историками. Считалось, что ацтеки собрали свое имущество, все, что могли унести, и бежали на север. Это сокровище было невероятным, даже эпическим. Много килограммовые слитки золота и серебра, бесценные вещи, золотой диск размером с колесо, изображающий солнце. Они должны были перенести свое сокровище в безопасное место. Теперь мы знаем, что ацтекам пришлось уйти на территорию, известную нам как Юго-Запад Америки. Говорят, что ацтеки несли с собой десятки тысяч килограммов золота, серебра и драгоценных реликвий, и шли они на родину своих предков. Но зачем им понадобилось преодолевать три с половиной тысячи километров пешком, подвергая постоянному риску жизнь и богатство, и направляясь туда, откуда 500 лет назад они благополучно ушли? Согласно их же легендам, ацтеки решили принести сокровище в дар их самому великому божеству. Процветание ацтеков стало возможно благодаря покровительству их самого главного бога Кецалькоатля. Так что это было священное сокровище. Говорят, Кецалькоатль обучил ацтеков астрономии и астрологии. Он был настоящим основателем их империи. Но нужно задать вопрос, являлся ли Кецалькоатль реальной фигурой, а не мифологическим существом. Кецалькоатль на самом деле Кецалькоатль это пернатый змей, но его также представляют в виде огромного существа в шлеме, выседающего на половине открытого яйца. Он без сомнения был инопланетянином. Если Кецалькоатль действительно был инопланетянином, как утверждают сторонники теории полеоконтакта, не добавляет ли это новых фактов к теории Захарии Ситчина о том, что золото важнейшая составляющая всех межгалактических полетов? Может, поэтому ацтеки несли свои богатства обратно на родину предков? Надеюсь, что Кецалькоатль отомстит их врагам. Главное было сохранить их сокровище, ведь оно являлось подношением Кецалькоатлю, который однажды вернулся и, очевидно, помог им покарать врагов. Интересно, что на юго-западе Америки можно найти письменность ацтеков, а их иероглифы и камнепись даже на севере в Юте. Возможно, где-то поблизости лежат их сокровища в ожидании дня, когда Кецалькоатль снова вернется. В 1950 году рядом с горами Суеверия в Аризоне были обнаружены четыре каменные таблички, известные как камни перальты. Охотники за сокровищами Пол и Дэн Дилманы убеждены, что значки, вырезанные на этих камнях наряду с пятой табличкой найденной в 1982 году, однажды приведут их к легендарному золоту Монте-Сумы, спрятанному в горах и каньонах Юты. Посмотри на отметки. Удивительно. Тут индейские перья, символ солнца, как на табличках. Вот здесь. Смотри, волнистая линия, дуга, знак Т. Вот, видишь, такие тоже на табличках есть? Да. Но если бы Дилманы нашли вход в пещеру ацтеков в Ацтлане, а также тайник, где хранится золото Монте-Сумы, не возникли бы там неожиданные нюансы. Ацтлан основал инопланетный бог, и вот местные охотники за сокровищами подходили к нему все ближе и ближе. Но захотели бы они в итоге приоткрыть завесу тайны, ведь никто же не знает, что за этим последует и как именно это отразится на человечестве в целом. Если Канаб действительно является местом захоронения сокровищ ацтеков, возможно ли, что когда их найдут, обнаружится связь этой цивилизации с инопланетными существами? Сторонники теории палеоконтакта с этим согласны и предлагают искать еще одно затерянное сокровище мира, а также следы инопланетян в Греции. Греческие Дельфы расположены в Коринфийском заливе. На склоне горы Парнас расположена религиозная святыня, более известная как храм Аполлона, возведенная здесь чуть раньше 1200 года до нашей эры. Здесь же расположен легендарный Дельфийский Оракул, от которого раз в год жизни Греции получали предсказания на будущее. Согласно древнегреческому писателю Плутарху, Оракул размещался во внутренней части храма Аполлона. Жрица садилась на треножник и, вдыхая пары ядовитого источника, в наркотическом экстазе общалась с богами. У Оракула был треножник, только Аполлон мог проводить эти сеансы. В них участвовали жрицы, но они, подобно Пифии, не имели никакой личной власти. Сам Аполлон в храме не показывался. Он жил на горе Олимп вместе с другими богами, но он был открыт для вопросов, хотя сам народу не являлся. Очень многие приходили к Оракулу в поисках ответов на свои вопросы, и не только мифологические персонажи. Это были реальные люди. Если сегодня вы навестите Дельфы, то увидите написанные ответы на волнующие многих вопросы. И хотя последнее предсказание было сделано 1600 лет назад, для многих священный храм Аполлона остается очень важным местом, ведь здесь вполне могут храниться бесценные реликвии. Но некоторые считают, что помимо драгоценностей здесь может находиться куда более важное сокровище – камень Омфалос. С греческого слово Омфалос переводится как пуп. И таких камней в Греции много, однако овальный дельфийский Омфалос считается самым значимым. Его действительно считают пупом земли. не в смысле центром планеты, а самым почитаемым местом по мнению олимпийских богов. По легенде Зевс разослал по всему миру птиц, и все они вернулись именно в Амфалос, так что его считают основной точкой земли. Здесь зародился оракул. Для богов Амфалос являлся центром земли, а для жрицы камень служил источником ее предсказаний. Иногда Амфалос сосредотачивал в себе какую-то силу. Он превращался в корабль, способный поднять вас ввысь и доставить прямо на облака для беседы с богами. Иногда это был обычный камень. Если все же существовала связь между нашим миром и миром пришельцев в лице греческих богов, тогда я просто уверен, что существовало некое устройство, и только оракул знало, как им пользоваться. Почему? Ведь она была избранной. Вероятно, Амфалос это некое рабочее техническое устройство, которое было сделано вовсе не из камня. Неужели Амфалос действительно был неким устройством, посредством которого люди общались с инопланетянами? Сторонники теории палеоконтакта с этим согласны и обращают наше внимание на тех, кто все-таки посмел искать их сокровища. Согласно древнегреческому автору Пассанию, в 279 году до нашей эры правитель кельтов Брен привел в Грецию двухсоттысячное войско с намерением похитить дельфийское сокровище. Кельты явились в Дельфы, чтобы украсть сокровище. Но когда они подошли к оракулу совсем близко, разверзлись небеса и в дело вмешались боги. Аполлон наслал на кельтов землетрясения сильнейшую бурю, камнепады и дикий мороз. Легенда гласит, что великое сокровище осталось под защитой. Более полутора тысяч лет боги хранили храм Аполлона. Но в 395 году нашей эры храм был разрушен войсками римского императора Теодисия. С тех пор о судьбе дельфийского сокровища и Амфалоса ничего не известно. Для древних грехов это был важный религиозный центр. Римляне все рассчитали. Начало развиваться христианство, и от Амфалоса, обладающего некой сверхъестественной силой, которая заставляла Оракула говорить, нужно было избавиться. Удивительно, но римскую репродукцию камня Амфалоса с более сложным рисунком можно было увидеть в музее дельфов. Некоторые считают, что оригинальный камень не уничтожили. Его похитил сам Ватикан и надежно спрятал. Есть такие, кто уверен, Амфалос до сих пор находится в Греции. В 1936 году германское правительство проводило в Дельфах раскопки. Их возглавлял Ханс Шлиф, член весьма известного в нацистской Германии Института Анненербе. Анненербе можно считать паранормальным дивизионом СС. Возможно, эта тема явилась толчком к созданию фильма в поисках утраченного ковчега. Главным было отыскать драгоценности, а возможно даже тайное оружие сильнейших арийских богов, потомками которых так рьяно считали себе нацисты. Экспедиция Анненербе в Дельфы имела задачу найти что-то секретное, какую-то сокровенную тайну. Но что именно, золото, серебро или что-то более важное? Может, они искали и не сокровища? Скорее всего, это была попытка наладить прямой контакт между нацистами и так называемыми богами. «Если камень Эмфалос был на самом деле внеземным техническим устройством, обладание им могло бы в корне изменить ход войны. Если камень Эмфалос указывал напрямую связь с пришельцами из иных миров, его вполне можно было бы использовать в деструктивных целях. Видимо, поэтому его до сих пор не нашли. Сторонники теории палеоконтакта с этим согласны и указывают на другое ненайденное сокровище, обладающее еще более разрушительной силой. Кирала, Индия, 2011 год. Вооруженная до зубов полиция охраняет вход в храм Падмана Пхасвами, святейшую обитель индуистского бога Вишна. По решению Верховного Суда Индии были открыты входы в пять потайных склепов, которые многие столетия оставались под замком. Открывая одну дверь за другой, они все ближе подходили к несметным сокровищам. Но последнюю дверь в камере Б открыть так и не удалось. там на самом деле три двери. Первая металлическая решетка, вторая массивная деревянная и третья железная. Она закрыта наглухо. Кроме того, там есть предупреждающее изображение кобр. Если дверь будет открыта, случится что-то ужасное. последняя дверь не открылась. На ней нет ни одного замка. По легенде, она скреплена мантрой. Речь идет о Наштанага Бандана. Никто не знает, что это за мантра. Вероятно, на эту камеру наложено проклятие. Любой, кто попытается в нее попасть, обречен на несчастье, болезни и смерть. 17 июля 2011 года. Прошло всего три недели, как были открыты первые пять склепов. Сундар Араджан, человек, который их открыл, внезапно заболел лихорадкой и умер. Весь следующий месяц несколько индийских предсказателей не уставали предупреждать. Все, кто попробует открыть последнюю дверь, обреченный на смерть. Среди местного населения поползли слухи, что любая попытка человека проникнуть туда чревата огромными потерями. Что в этой камере, неизвестно. Говорили, что смертоносное оружие. И все же, что там за последней дверью? Какое-то материальное богатство? или что-то очень опасное? В индийской Махабхарате описаны боги, которые обладали священным оружием и вели легендарные битвы в небесах. В Махабхарате описана яростная битва, которая напоминает современную научную фантастику. там упоминается чудо-оружие, снаряд, в котором сосредоточена вся вселенская сила. Черно-металлическая молния, гигантский посланник смерти, обращающая все в прах. Неужели в камере Б хранится некий вид смертельного оружия, описанного в ведических текстах? За той дверью что-то особенное и сверхопасное. Полагаю, какое-то инопланетное техническое устройство, которое может изменить весь мир. Речь идет о внеземной технологии, которую не должны обнаружить. Человек бы ее не понял и никогда не смог бы применить. Что, если сокровища Вишну, спрятанные за железной дверью камеры Б, действительно являются загадочным инопланетным устройством? Вероятно, это такая же загадка, как и другие так называемые сокровища Египта, Греции, Иерусалима и Юго-Запада Америки. Возможно, они гораздо более ценные, более опасные, чем простые материальные ценности. О спрятанных сокровищах не следует много болтать. Их не нужно искать. Они могут нести в себе смысл жизни. Не трогайте их. Жизнь полна тайн. Откройте глаза, посмотрите, сколько вокруг других драгоценностей. Это не золото и не серебро, это знание. Люди всегда стремились отыскать сокровища древних. Они искали золото, серебро, драгоценные камни. Но ведь сокровищами вполне могут оказаться и технические устройства инопланетных богов. неужели затерянные сокровища мира, как те, что указаны в медном свитке, ничто иное, как доказательство присутствия рядом с нашими предками инопланетных существ. Если это так, то найдя их, мы могли бы разгадать тайны вселенной или ввергнуть себя в страшную пучину разрушения. На этот вопрос ответа нет. Его можно искать столетиями. Но получив его, мы могли бы наконец узнать о наших древнейших истоках. 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 Субтитры подогнал «Симон»